МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа И сегодня мы, как обычно, предлагаем вам вместе с нами собрать яркие разноцветные кусочки окружающей нас в действительности в красивую картину культурных событий жизни нашего города. Лето заканчивается, а вместе с ним завершают свою работу оздоровительные детские лагеря. Но вот последний заезд детей в лагерь смена был не совсем обычным. Самые талантливые ребята показали, на что они способны. Последние летние деньки, отделяющие школьников от начала учебного года, ребята стараются провести по максимуму весело. И лишь немногие, можно сказать, избранные, начали трудиться уже в последнюю неделю августа. Правда, не в школе, а на третьем заключительном этапе 18-го межрегионального конкурса фестиваля литературно-художественного творчества «Начало». Для его участия юные дарования собрались в детском лагере смена, где на протяжении пяти дней они получали знания, в ходе работы различных секций. Здесь собрались чтецы, поэты, прозаики, журналисты и даже книголюбы. Кстати, именно они стали первыми, с кем мы познакомились, приехав в один из дней работы конкурса в лагерь. Книголюба вообще это уникальная секция на фестивале «Начало». Вот я ребятам, когда они первый год попадают, я говорю, наша секция уникальна тем, что фестиваль «Начало» – это зеркальное отображение всего того, что происходит на фестивале, это в секции книголюбы. Ну как можно просто так любить книгу, не рассуждая о книге? Конечно, получается, мы литература веды. Если не делать книгу своими руками, а мы делаем на нашей секции рукописные книги, то есть выступаем мы в роли и иллюстраторов, и редакторов, мы с удовольствием на нашей секции читаем, то есть мы и чтецы, и, естественно, мы рассуждаем, что-то мы публикуем, что-то мы делаем, то есть мы и те же самые журналисты. Здесь о серьезных вещах говорят доступно на честном и открытом языке детей. Темой одного из первых занятий книголюбов стало произведение Юлии Кузнецовой «Помощница ангела». Так что ребята и члены жюри решили порассуждать о мечтах. Мечтах в литературе и в реальной жизни. Ну а финалом этих рассуждений стали бумажные самолетики, записанными на них мечтами, которые каждый книголюб отправил в путешествие. О том, что же там было написано, рассказывать они не решаются, вдруг не сбудется, зато с удовольствием делятся своими впечатлениями от конкурса. Ни одной свободной минутки нет, в общем, отдохнуть времени тоже нет, поэтому мне очень нравится, постоянно все в движении, жизнь кипит, активно все проходит. В общем, сейчас у нас будет где-то час на то, чтобы подготовить целый номер отрядом, и мы должны будем выступить, и в общем, все очень сложно и интересно одновременно. Аня участвует в начале уже третий год подряд и сожалеет, что этот фестиваль для нее будет последним. Девушка уже окончила школу и поступила на факультет зарубежной филологии и компаративистики. В общем, решила связать свою жизнь с книгами, которые ей так нравится изучать. Несомненно, это опыт. Я предпочитаю читать классику и перечитывать ее. И люди, которые копили годами какие-то там свои наблюдения, мысли, эмоции, переживания, я стараюсь смотреть, оценивать их со стороны и как-то приносить на свою жизнь, стараться не совершать их ошибок. А вот Надежда, в отличие от Тани, в этом фестивале в секции авторской песни участвует впервые, хотя музыкой занимается и пишет тексты довольно давно. Я пишу, вот что вижу, про то и пишу. Влюбляюсь, пишу про любовь. Какие-то у меня там трудности, пишу там про борьбу, про то, что нужно уметь все преодолеть и держаться. Что происходит, я это полностью отображаю в своих песнях. Члены жюри говорят, что у девушки есть все шансы на победу, хотя самой Наде участие гораздо важнее. В принципе, из-за своей жизни я очень много участвовала в различных конкурсах и никогда победу не ставила единственной и самой важнейшей из целей. Для меня важно поучаствовать и самое главное набраться опыта, чему-то новому научиться, что-то познать. Опыт и знания – вот то, что пытаются передать участникам члены жюри. Элла Хрусталева впервые приехала на начало, но она уверена, во всех ребятах есть зернышко таланта. Самое главное – его увидеть, взрастить и научить их не только концентрироваться на своем творчестве, но и знакомиться с культурой нашего прошлого. Я сейчас им наигрывала мелодии из фильмов. Они угадали, наверное, процентов 40. И мы поняли, что нам нужно вот эту ниточку времен протягивать с помощью музыки. Я сейчас спела им песню Богушевской, и мы объясняем им, что такое там Холхенгол, например, когда воевали в Маньчжурии, что такое Рио Рита Фокстрот, о котором идет речь в песне. То есть такие просветительские моменты, потому что ребятам хочется самовыражения, и это здорово, но при этом совсем не помешает и знать историю, и историю культуры, в том числе и нашей музыкальной, тоже бардовской музыкальной культуры, эстрады и кино. Ну а с юными журналистами тем временем своими знаниями и профессиональным опытом делились работники телевизионных средств массовой информации Рязани. Подобные мастер-классы – неотъемлемая часть конкурса. На них ребята прикасаются ко взрослому профессиональному миру, начинают ставить перед собой новые цели и задачи, выносят что-то полезное для себя. Нужно пробовать себя в разных областях, не бояться, и постоянно что-то из любого твоего действия выносить что-то для себя полезное и ценное, чтобы это все не проходило даром. Члены жюри отмечают, что главное – поддержать интерес детей к выбранному им делу и раскрыть их творческий потенциал. Неважно, чем человек занимается, главное – проявлять интерес, тогда жизнь будет очень даже насыщенная. А журналистика тем более. Сегодня они на мастер-классе с журналистами поняли, что очень интересно работать журналистом, проживаешь несколько жизней сразу, потому что знакомишься с большим количеством людей и мест. И поэтому, я думаю, они заинтересовались уже даже вот наш первый день работы. Фестиваль «Начало» действительно уникален. Он объединяет творческих детей и тех взрослых, которым важно поделиться своими знаниями и опытом. Вполне возможно, что в будущем эти мальчишки и девчонки станут известными писателями, поэтами, журналистами, филологами. И тогда они будут вспоминать этот конкурс как начало своей творческой деятельности. На этой неделе подвели итоги интернет-конкурса, посвященного режиссеру Андрею Тарковскому. Ну а награды лауреатам вручал никто иное, как создатель легендарного мультика «Ежик в тумане». В камерном зале Рязанской филармонии состоялась церемония подведения итогов интернет-конкурса «Океан Солярис. Острова памяти». Проект был заявлен организаторами как духовно-интеллектуальный и культурно-просветительский. Мы ходили на показы, были встроены еще в течение всего конкурса вечера, посвященную Тарковскому. Мы смотрели его фильмы, обсуждали, то есть было интересно. Конкурс, проводимый в рамках вторых Тарковских чтений по теории и практике киноискусства, стартовал 4 апреля, в день рождения режиссера, и проходил по четырем номинациям. Прислать работы, которые оценивала профессиональная жюри, могли все желающие. А чтобы участники могли полнее воплотить задуманное, организаторы сняли все возрастные и жанровые ограничения. На конкурс поступило 60 работ. Награды призером конкурса вручил народный артист Российской Федерации Юрий Нортштейн, создатель легендарного «Ежика в тумане». Здесь, на Лизанской земле, прежде чем организовались Тарковские чтения, должны организоваться посвященные люди. И самое важное – посвященные люди в руководстве. Потому что вы не представляете, какое у них значение, когда общество, публика, знание. Вот эти люди, которые руководят таким-то, таким-то отдельным объединением, что они люди читающие, посвященные, образованные, пребывают в пространстве искусства. И тогда атмосфера меняется. В ходе творческой встречи Юрий Нортштейн представил рязанцам свои работы и прокомментировал их. Памятные дипломы и подарки участники конкурса получат во вторник, 2 сентября в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества. На сегодняшний день среди молодежи очень популярными становятся флэш-мобы. Но мало кто задумывается, откуда это массовое явление берет свое начало. Несложно догадаться, что родиной флэш-мобов стала далекая, но такая влияющая на нас Америка. Это явление стало известно после того, как в октябре 2002 года вышла книга социолога Говарда Рейнгольда «Умная толпа. Новая социальная революция», в которой автор предсказывал, что люди будут использовать новые коммуникационные технологии – интернет, сотовые телефоны – для самоорганизации. Понятие «умных толп» – «смарт-моб» – стало основополагающим в дальнейшем развитии флэш-мобов и других подобных акций. В июне 2003 в Сан-Франциско был создан первый сайт для организации подобных акций, ну а первый флэш-моб состоялся 17 июня того же года. Уже через несколько дней волна подобных акций прокатилась по Америке и Европе. Первые российские флэш-мобы были организованы через живой журнал и состоялись одновременно в Санкт-Петербурге и Москве 16 августа 2003 года. Их участники с непонятными табличками встречали на вокзале приехавших поездом пассажиров. Безусловно, действия, которые можно квалифицировать как флэш-моб, могли происходить и задолго до появления книги Рейнгельда. Но это были скорее единичные случаи, не являющиеся массовым явлением. Только наличие удобных и быстрых средств связи и более или менее сформированные правила позволили флэш-мобу стремительно стать популярным практически по всему миру. Поэтому можно утверждать, что он имеет уникальную идеологию и не имеет аналогов в мировой истории. Кстати, флэш-мобы становятся все более популярными и в нашем городе. И убедиться в этом могли все, кто оказался в один из выходных дней на театральной площади и стал невольным участником настоящего праздника мыльных пузырей. В воздухе уже запахло осенью, и рязанские флэш-моберы решили поднять настроение горожанам. Способ они выбрали простой и в то же время оригинальный. Ребята просто пригласили всех желающих на площадь театральную и предложили взять с собой мыльные пузыри. Вариант, как оказалось, беспроигрышный. Ведь это забава любима и детьми, и взрослыми. Так что, сами видите, желающих оказалось довольно много. Я думаю, что рязансы относятся к этому положительно, потому что количество участников на таких флэш-мобах достаточно великое. Мы собираем людей с помощью интернета. То есть заводим группы в социальных сетях, и люди пишут, давайте проведем, давайте проведем. То есть мы, пожалуйста, проводим. И у нас есть положительные отклики. То есть каждую неделю приходят сообщения, а давайте сделаем еще. Я считаю, что эти сообщения показывают тот факт, что людям это нравится. Алексей занимается организацией флэш-мобов уже на протяжении двух лет. И чего он и его сподвижники только не придумали за это время. И книжки читали, и субботники организовывали, и поголовно обнимались. И все это не просто так. У каждого флэш-моба своя цель. Есть разные флэш-мобы. Допустим, вот этот флэш-моб мыльные пузыри. Для понятия настроения людей, которые находятся на самом флэш-мобе, проходят мимо. Есть другие полезные флэш-мобы, такие как водная битва. Во время жары там ребята отдыхают, спасаются. Есть экологические флэш-мобы. Это какие-либо субботники и так далее и тому подобное. Мы в Рязани проводили около 10 субботников на разную направленность. Последние дни это водная битва и мыльные пузыри. Ну, в общем-то, мы стараемся проводить что-то полезное, чтобы было от этого польза. И здесь можно было бы возразить, но какая польза от мыльных пузырей. Однако Алексей правильно отметил, этот флэш-моб призван поднять настроение, подарить детям улыбки, ну а взрослым – возможность окунуться в детство. Хотя, конечно, главными участниками этого действа стали подростки. По-моему, такие мероприятия очень сплочают людей. Все собираются в такую большую семью и дурачатся на главной площади. Мне очень нравятся такие мероприятия, знаете, когда столько народа собирается, улыбается, смеется. Поднимает настроение очень. И, в принципе, красиво просто. Площадь театральная с парящими и переливающимися мыльными пузырями выглядела действительно празднично. А может быть, дело было вовсе не в пузырях, а в большом количестве довольных, улыбающихся лиц? Оказывается, для хорошего настроения нужно совсем немного. Инициатива и флакончик мыльных пузырей. Ну что ж, а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова